Вначале какое-то время занимает на то, чтобы убедиться, что интернет работает, и интернет в порядке. Так что первые несколько секунд, может быть, люди появятся, и тогда уже будет более ясно, где мы находимся. Как всегда, проще всего определить тему нашего занятия, исходя из недельной главы. Да, и здесь интернет сплоховал, дал сбой, но вроде как вот сейчас снова все восстановилось, будем надеяться, что это уже надолго. В эту субботу мы читаем в Израиле глава Шлах. Значит, да, в Амидбар Шлах, вне Израиля мы читаем еще предыдущую главу, Бега Аллотха. Я воспользовался тем, что в этой главе есть очень важное место, очень важное место, и это место связано с историей разведчиков. Да, на иврите это Мераглим, Мераглим, Мераглим скорее шпионы, чем разведчики, да. Ну, вот мы говорим, да, история разведчиков. Наша глава так и начинается, прямо вот так она начинается. И говорил Всевышний к Муше, говоря, пошли себе людей, и они обследуют землю кнаанскую, которую я даю сынам Израиля, сынам Израиля. Вот пошли себе. Вот появляются первые люди. Добрый день. Если что-нибудь будет не в порядке, просто дайте знать, что видно, слышно. Я еще раз повторю, что сегодня мы поговорим о истории, описанной в нашей недельной главе, история разведчиков. История знаменательная, потому что она послужила причиной того, что мы 40 лет блуждали по пустыне. Да. То есть, мы вышли, на 50-й день мы получили, встали у горы Синай, получили Тару. Далее мы пребывали у этой горы достаточно долго, практически целый год, год без 10 дней. За это время мы, наконец, получили скрижалии, мы, наконец, построили мешкан, и вот мы и двинулись дальше. Мы двинулись дальше, и, по существу, должны были войти в землю кнаанскую, землю, обещанную нам. Но вот почему-то перед тем, как войти туда, мы решили, или не мы решили, я вот не знаю, надо в этом разбираться, отправить разведчиков, разведать эту землю, куда нам вообще предстоит войти. И вот эти вот разведчики ушли, 40 дней они там пребывали, вернулись, ну и сказали, что да, земля действительно очень хорошая, но мы ее завоевать не сможем. Тем самым ввели в состояние грусти, я бы сказал, такой весь народ. Народ плакал всю ночь, даже раздавались голоса, что нужно вернуться обратно, нужно вот сменить руководство и вернуться обратно в Египет. И все-таки не вернулись, не сменили руководство, но Всевышний постановил, что вот за эти 40 дней, за каждый день, год, мы будем 40 лет находиться в пустыне. Находиться в пустыне, пока не умрет, не уйдет, не уйдет вот это вот поколение исхода, пока не народится новое поколение, и вот оно уже войдет в землю обещанную. Вот эта вот история описана вот здесь, в нашей главе, в самом начале, и она называется как раз у нас, так вот, просто называется Хетамераглим. Хетамераглим переводится как вот грех шпионов-разведчиков. И вот в этой истории я хочу сегодня с вами разобраться. Всем добрый день, кто нас слушает. Все хорошо видно и слышно, ну и замечательно. Тогда мы продолжим. Когда люди читают Тару, вот они прочитали вот эту историю. Любопытно, на самом деле, как люди относятся к той или иной истории, описанной в Таре. В общем-то, история достаточно реалистическая. Возникла вот вдруг, потому что вот случилось вот такое вот событие неожиданное, и как следствие приговор. Первое, что я себя спрашиваю, действительно ли событие было неожиданным? Действительно ли мы могли войти в дарованную нам землю сразу же, вот, ну, так скажем, на второй год нашего исхода? Так это или не так? Ну, я лично исхожу из того, что все, что написано в Таре, это не случайно. То есть, Всевышний, истинный автор всех этих слов, записывал Томаше, а автор Всевышний. Понятно, что для него времени не существует, нет, вчера, сегодня, завтра, и он все знал, знает и будет знать, так скажем. И поэтому вся эта история, или все эти истории ему заведомо известны. Ему даже известно, какой мы выбор с вами сделаем. Это нам неизвестно. Мы стоим перед выбором, и мы выбираем. Но он-то знает, какой выбор мы сделаем. Поэтому история со всеми шпионами и разведчиками, и то, что мы будем 40 лет в пустыне, понятно, что для него это было известно. Более того, у меня такое смутное ощущение есть, что все это план, что все это было как раз запланировано, это план Всевышнего. Дело в том, что, когда мы читаем внимательно Тару, мы иногда открываем для себя очень интересные вещи. Может быть, кто-нибудь из вас, кто внимательно читал Тару, знает, когда вообще-то впервые возникла идея о 40-летнем пребывании в пустыне. Казалось бы, сейчас, да? Вот после этого события, вот вдруг возникло событие, и как результат этого события 40 лет. Ну, вроде как мы читаем, вроде так и получается, да? Если бы не послали разведчиков, если бы они этого не сделали, если бы мы сразу взяли и сходу вошли туда, то и вошли. Оказывается, что нет. Если мы вернемся назад, далеко назад, мы вернемся в книгу «Шмот». В книгу «Шмот» я даже себе выписал, вот глава 16, если вы хотите, можете проверить. Книга «Шмот», глава 16, стих 35, это глава Бешалах. Вот как раз мы выходим из Египта, и вот впервые выпадает «Ман». Вот «Манна небесная» начинает вот падать. И там есть очень интересный пасук. Это по существу, ну, там, полторы книги назад, книга «Шмот». Мы сейчас находимся в книге «Бамидбара», это книга «Шмот». Там сказано следующее, когда будет история про «Манн», и сыны Израиля ели 40 лет «Манн», пока не пришли в землю. Это было сказано задолго до того, как мы решили отправить разведчиков. Там было четко, ясно сказано, что 40 лет мы будем есть «Манн». То есть, уже в книге «Шмот», в момент, когда мы выходили из Египта, это было известно. Более того, это было транслированно, и Моше это как-то записал. Может сказать, он потом записал. Ну, не знаю, может быть, он и потом записал. Все может быть, что в Таре нет раньше и позже. Но, по крайней мере, читатель, который читает эту книгу, он с этим сроком, с этой датой, 40 лет, встречается загодя, встречается задолго до истории с этими шпионами. Так что 40 лет было уже обозначено у нас. А сейчас опять вторая книга, «Шмот», глава 16. Значит, я делаю вывод, что это запланировано. Это запланировано, это было известно, может быть, нам не было известно, но Всевышнему это точно известно было. Тогда у меня вопрос. Зачем все это нужно? Ведь все эти события, они происходят для чего-то. Еще очень важное добавление для тех, может быть, кто не в курсе. Мы закон из Тары не учим. Вот если в Таре написан, ну, описан некий случай. Вот сделал так-то, так-то и так-то. Это не значит, что это есть пример для моего подражания. Это не значит, что я должен так делать. Нет. Закон мы учим из Талмуда, то есть из устной Тары, которая была в свое время записана, из Вавилонского Талмуда. Оттуда мы учим все законы. Из Тары мы законы не учим. И если в Таре описана та или иная история, это не значит, что я должен ее повторять. Ни в коем случае. Наоборот. Я не могу себя сравнивать и не могу подражать ни Моисею, ни Муше, ни Арону, никому. Я есть я. А эти персонажи, они вне подражания. Итак, я хочу выяснить, для чего эти события произошли и зачем Всевышнему понадобилось, чтобы мы 40 лет находились в пустыне. Ну, на первый взгляд, на первую взгляд, понятно для чего. Для того, чтобы то поколение, которое было поколением рабов в Египте, поколением рабов для фараона, ну, ушло, ушло, так скажем, умерло. Поэтому нужно было, чтобы они 40 лет, то есть от 20 до 60 лет, чтобы, ну, всех, кому, допустим, было 20, чтобы он дожил до 60. Ну, кому 60, то он дожил бы, может быть, чуть больше. Умирали, известно, что умирали только раз в году. Раз в году. Это было как раз в 9, день 9 ава. Раз в году все копали себе могилу, ложились. Ну, я имею в виду мужчины от 20 лет и старше. И когда им было 20 лет старше, момент исхода. И вот кто вставал, вставал, а кто не вставал, тот не вставал. Тот уже, того закапывали и шли дальше. И таким образом за 40 лет все это поколение ушло. Видимо, это одна основная причина. Основная причина того, что нужно было нам изменить, чтобы родилось следующее поколение, которое уже не помнило непосредственно рабство, не знало его, и которое уже выросло в кустыне, выросло в другой ситуации. Поэтому нужно было, видимо, это сделать. Вопрос. Кто был инициатором этого действия? И почему необходимо было это действие синициировать? Ну, вот здесь, в самом начале, у нас прямо так и написано, и говорил Всевышний Муше, говоря, шлах леха, пошли себе. Пошли себе. Раша нам тут же объясняет, что не я Всевышний посылаю. Нет, нет, не я. Это ты, Муше, по собственной воле посылаешь. По собственному желанию. Это не от меня идет, это идет от тебя. Так он и говорит. Ну, дальше он ему говорит, что надо послать людей, написано, с каждого колена по одному человеку, и все они должны быть написаны. Наси, богем. Наси – это, ну, один из самых главных. Можно сказать, президент. Президент. Наверите, Наси – это президент. Действительно ли президенты были посланы? Можно проверить. На самом деле, дальше все их фамилии, все фамилии, 12 фамилий указаны. Имена, не фамилии, имена. Все 12 имен представителей каждого колена были указаны здесь в Таре. Но, если мы вернемся, если мы хотим узнать, действительно ли они были те самые президенты, можем вернуться чуть обратно. Вот глава НАСО. Несколько недель назад мы читали глава НАСО. Там есть история, когда каждый президент колена приносил определенную жертву, когда освещали жертвенник. И там имена указаны. Так вот, интересно. Нет ни одного совпадения. Не совпадает. То есть, конечно, мы надеемся, что там вот эти жертвы приносили президенты, то есть лидеры колен. Здесь они тоже названы президенты, но не совпадают здесь другие имена. Вы знаете, за эти полтора месяца, что прошло с того момента, как они вот эти жертвы приносили, вряд ли вот тотально все сменилось и сменилось все руководство. Вряд ли. За полтора месяца вряд ли такое происходит. За годы, да, а за полтора месяца нет. Значит, тогда мы можем сделать вывод, что это не совсем президенты. Это, наверное, люди очень важные. И я бы сказал, скорее, это такие неформальные лидеры. Действительно, неформальные лидеры, которым народ прислушивается. Они в народе, видимо, очень популярны, очень значимы. И поэтому они здесь нравятся, называются на си. На си где-то поднятые, приподнятые, высоко стоящие, но не занимающие вот этих официальных должностей. Вот такой Ганди. Ганди вот никогда не занимал никаких должностей, но был лидером народа, был главным, можно сказать, вот тот самый на си. Видимо, и они своего рода были вот такие, Ганди в каждом колене, и к ним народ прислушивался. Вот вроде бы как их нужно было послать на вот эту вот разведку. И дальше приводится имя каждого из них, из какого он колена, и как его зовут. И имена очень значимые. Да, все шло хорошо. Значит, мы видим здесь, что Всевышний говорит, Моше сам по своей инициативе пошли. Более того, эта история повторяется Моше в следующей книге, в книге Дворим, там есть момент, в самом начале второй главы, там есть момент, когда Моше снова об этом рассказывает. Ряд историй он повторяет. А это одна из историй, которые он повторяет. Он ее повторяет немножечко в другом ключе. Он там говорит, что весь народ, все вы подошли ко мне и предложили послать разведчиков. И это мне понравилось, я согласился. Там так написано. Значит, вот варианты. Либо Всевышний послал, либо Моше послал по своей инициативе, либо все вы подошли ко мне, и это произошло. Может быть, все это вместе было. Из разных источников, видите, мысль одна и та же рождается во многих головах сразу. Ну, я думаю, что истины между тем, что действительно, может быть, Всевышний как-то так Моше это намекнул, Моше обладал пророческим даром, и это родилось в нем, была необходимость, и еще люди со стороны добавили, что убедили Моше, что это так и нужно сделать. И вот он решает послать их, и он говорит, что это было как бы принято им, это было приятно в его глазах, он считал, что это очень полезно, и вот он их посылает, и он им дает здесь всевозможные указания, что они должны сделать, куда они должны пойти, и что они должны принести оттуда, да, и вот кто будет читать весь этот перечень, все эти задания, пожалуйста, обратите внимание здесь на одно очень важное слово. Значит, я говорю о главе 13, Бамидбар 13, самое начало, и стих у меня получается здесь 20. Он здесь говорит так, значит, он им дает указания. Ума гаарыц, и какова земля, или она жирная, толстая, ну, плодородная она, или она скудная, тощая, скудная, да, и если в нем дерево, написано, а ешбаец, как будто бы он спрашивает про одно какое-то дерево, и на это дерево тоже есть всякие толкования. Или нет. Значит, нужно посмотреть, она плодородная или скудная, есть ли там дерево, и вот дальше идет очень важное слово. Сказано так, Вегит хазактем, и укрепитесь, усильтесь, и дальше говорится, и возьмите из плодов земли и дни там были, дни сбора, начала сбора винограда. То есть, где-то это, видимо, к осени дело было. Ну, август-сентябрь, может, да, август-сентябрь-октябрь. В это время было, дни сбора винограда. Значит, вот им нужно было почему-то посмотреть, если там дерево, дерево и усилится, Вегит хазактем. Дальше они, естественно, уходят, идут в разные места, нет их целых 40 дней, они пребывают там, и после этого они приходят, и действительно, они говорят, что земля чудесная, текущая молоком и медом, но мы ее не завоюем. Почему? Потому что там живут великаны, города у них очень укреплены, и мы в их глазах были как мурашки, как муравьи какие-то. И дальше написано, что они стали говорить нехорошее об этой земле, да, льгоцидиба вытащили изо рта что-то нехорошее, и они сказали, что эта земля какая-то очень странная, потому что она поедает своих жителей. Она поедает своих жителей. Медраж нам объясняет, в каждое место, куда они приходили, там почему-то кого-то хоронили. Они всегда натыкались на похороны. Медраж тут же объясняет, что Всевышний специально это сделал, потому что они ведь были чужие, да, и тут же могли возникнуть вопросы, кто это, что это за люди, откуда они пришли, зачем пришли. Понятно, что когда такое большое количество людей движется в сторону этих народов, и, естественно, доходит до этих новых слуги, что движется огромное количество людей, и это чревато войной, катастрофой, и поэтому ко всякому новому есть пристальное внимание. Так вот, чтобы местное население не очень обращало на них внимания, Всевышний делает так, что в каждом селении, куда они приходят, есть покойники, его хоронят. Ну, а во время похорон, знаете, кто пришел, кто не пришел, особого внимания не обращают, но что каждый может присоединиться к похоронам. И поэтому они, куда бы ни приходили, везде хоронили людей. И у них возникло ощущение, что это какая-то странная земля, она поедает своих жителей. Вот об этом вы не сказали. Ну, и, естественно, их вывод, а мы ведь помним, что это люди были неформальные лидеры, и что их мнение для всех было очень важным. И весь народ стал рыдать, и говорить, что нам делать, куда нам деваться, если мы туда не можем идти, что нам оставаться просто в пустыне, или вернуться обратно. И вот как раз этот день, когда они вернулись, это был день 9 авгу. И Всевышний, согласно Медрошу, сказал, что напрасно вы плачете. Но, коль вы начали плакать, то я этот день сделаю в жизни народа, в истории народа, самым тяжелым днем. И тогда ваши слезы будут не напрасны. И действительно, этот день оказался в нашей истории очень тяжелым днем. И первый храм, и второй храм были разрушены, и огромное количество событий, очень неприятных, вплоть до окончательного решения еврейского вопроса, имеется в виду Холокост, связанного с этой датой. Очень много в истории оказалось событий, изгнания из Испании, как раз приходится на 9 авгу. То есть, вот таким образом возник этот день, день отказа от земли. Ну, вот такая вот история, которую вы можете прочитать. И мне очень хочется понять все-таки, что же произошло. Почему вот эти люди, которые являются совестью народа, голосом, глазами, отказались от этой земли? Они ведь понимали, они все понимали, они были духовными лидерами, и все понимали, что происходит. И вдруг они взяли и отказались, и ввели в сомнение. Я-то лично внутренне убежден, что все это план. Все это план Всевышнего. Просто, понимаете, Всевышний, конечно, может взять и сказать, ребята, 40 лет, вы будете гулять по этой пустыне. Но тогда эти же ребята начнут не понимать, они говорят, а за что? Что мы такого сделали? Почему он нас наказал? Ведь, понимаете, когда ребенка наказываешь беспричинно, и он не понимает, почему ты его наказал, то это антивоспитание. Если ребенок чувствует, что он провинился, и в эту секунду ты его каким-то образом наказываешь, он понимает, он связывает свое поведение с наказанием. Потому что награду и наказание пока еще никто не отменял в нашем материальном мире. И тогда он делает определенные выводы из того, что вот его поступок приводит вот к таким последствиям. Если вы будете наказывать ребенка, особенно маленького, через несколько дней, после того, как он совершил что-то, он даже не поймет, о чем идет речь. И он будет думать, что это все случайно, и в нем будет рождаться чувство неприятия. Почему его наказали? За что? Он ничего не сделал. Так и здесь. Народ, он только что родился у Гарисина, и он еще ребеночек, ему только еще года не исполнилось. Он бы спрашивал, за что нам такое наказание? Почему люди, вышедшие из рабства, должны умереть в пустыне? Почему они могут войти? Ну, а тут, после такого события, соответственно, они же не будут говорить и не будут роптать, потому что они поняли, что они совершили проступок. Поэтому, так же, как и сгнание из рая, Адама и Хавы, должно было иметь причину. Нельзя было просто спровадить людей, хотя нужно было спровадить, иначе бы жизни не было. Из рая нужно было выпроводить их. Ну, вот им и устроили вот этот самый первородный грех. Так и здесь. Нужно было устроить нечто, а дальше сказать, а вот поэтому получайте. И мы разведем руками, да, да, это заслужено. Таким образом. Значит, Всевышнему надо было, чтобы поколение исхода ушло, и поколение пустыни народилось, и оно бы стало наследником, оно бы завоевало землю. Так на адское. Знал ли об этом Муше? Ну, конечно, нет. Ему это не было ведомо, хотя вот давным-давно, еще в книге Шмот, ему сказали, что, может, он забыл, что 40 лет они будут есть манну небесную. Манну, ну, 40 лет будет есть. Почему в книге Дворима он говорит о том, что все ко мне пришли, и я был очень рад. Ведь после чего он отправляет людей. Если мы посмотрим предыдущую главу, Бега-Алот-Ха, там же ведь сказано, что на второй год, второй месяц, 20-го числа, двинулись они от горы Бога. Двинулись они от горы Бога, и мы еще на прошлом занятии разбирали вот этот отрывок, который с двух сторон выделен знаками, буквочками перевернутыми, сказали, что это отдельная книга. Так вот, двинулись они от горы Бога, то есть они сбежали от Всевышнего, и после этих двух выделенных стихов написано, и народ стал жаловаться, и это было плохо в глазах Всевышнего. И тогда вот он сжег край поля, и прочее, и прочее. И народ стал жаловаться. Заметьте, как только мы отошли от горы Бога, когда мы, грубо говоря, сбежали от Бога, мы ведь двинулись куда? Мы ведь двинулись в сторону обещанной земли, мы пошли в сторону Кнаана. Мы не знали, куда мы идем, но было ясно, что там же Муше говорит, помните, там есть разговор Муше и Итро, когда Муше просит его остаться, и он говорит, вот дальше мы идем в землю, которая нам обещана Всевышним. То есть мы знаем, куда мы идем. И казалось бы, вот это вот ожидание того, что скоро мы придем домой, должно нас радовать, почему же мы вдруг начинаем жаловаться, почему мы начинаем вспоминать Египет, почему мы начинаем утверждать, что напрасно мы ушли, мы уже подходили, мы уже были рядышком. Значит, должны были быть какие-то причины этому. И действительно, многие комментаторы говорят о том, что как только мы отошли от горы Бога, с нами начали случаться всякие неприятности. Народ стал страдать по всяким причинам. Но это были не гигантские страдания, это были небольшие страдания, но все равно страдания. По существу, они и были причиной наших жалоб. Потому что жалобы не возникают на постом месте. Если написано, что вот кто-то жалуется, всегда, конечно же, нужно понять причину этих жалоб. Она есть. Даже если она не указана, просто так люди не жалуются, ну, если они нормальные. А если они нормальные жалуются, есть причина. Значит, они жаловались, значит, была какая-то причина, и причина серьезная, и причина у всех была, потому что многие жаловались. Оказывается, дело в следующем. В Талмуде, в трактате Брахот, есть, по-моему, это пятый лист, на пятом листе, Брахот, лист пятый, там есть такое широкое обсуждение, рассуждение многих наших мудрецов на тему о том, что такое страдание. Откуда берутся страдания, зачем они, случайные, не случайные, наказание на града, то есть, там подробно наши мудрецы муссируют этот вопрос о том, что такое севель, севель, страдание. И там Рашби, раби Шимон Барьюхай, тот, который является автором книги Зор, он утверждает, что благодаря страданиям еврейский народ получил три великих подарка. Значит, первый подарок это Тара, второй подарок это земля Израиля, и третий подарок это будущий мир, Улам Аббар. Нас интересует как раз вот второй подарок. Мы же знаем, что от горы Бога они двинулись и должны были скоро подойти к той земле, которая была им обещана. То есть, они приближались к тому моменту, чтобы получить вот этот подарок. И если утверждение раби Шимон Барьюхая верно, то чем ближе они подходили к земле, тем сильнее должно было быть страдание. Потому что, по его утверждению, именно через страдание мы получили вот этот подарок вот эту землю. Чем ближе мы подходили к этой земле, тем активнее начинались эти страдания. И тем сильнее начинал роптать народ. И что происходит? Народ начинает утрачивать веру. Если мы с вами подумаем, в чем суть веры, вера, человек верует, на самом деле наиболее четкое и явное выражение веры наступает именно в момент страданий. Когда у человека все хорошо, когда у него все есть, ничего не болит, всего хватает, он сыт, доволен, все здоровы. В общем-то, причина обращаться ко Всевышнему мало. Ну, правда, если он в этом воспитан, и это происходит по инерции, то он, конечно, молится, выполняет заповеди, потому что это его образ жизни. Но если вдруг, дай бог, начинаются какие-то страдания, человек, как бы, вот, знаете, стряхнул себя вот дрему и начинает все воспринимать по-другому. и страдания, и страдания, как испытания веры, они очень важны. Не зря же у нас есть вот это благословение Бару Даяна и Мэтт, благословен судья праведный, который утверждает, что все, что не происходит, происходит от Всевышнего. И все идет во благо, просто мы, видимо, не до конца понимаем и видим корни происходящего, и порой это нами воспринимается очень болезненно самими. Но вместе с тем, если человек верит, то он, значит, верит, что это благо. Так вот, когда они стали приближаться к земле Израиля, когда страдания начали увеличиваться, они стали утрачивать веру. Начали жаловаться на то, что почему, зачем они ушли из Египта, да, они там страдали, были в рабстве, но это было все предсказуемо, они могли там как-то договориться, приспособиться, а здесь все валится и валится нам на голову, что делать. И вот эта вот утрата веры очень беспокоила Муше. Он же понимал, что вот сейчас они подойдут, они подойдут к тому моменту, что нужно будет начать завоевание, а люди совершенно не готовы. И тогда он решает собрать вот этих всех самых выдающихся, значимых людей общества и отправить туда для того, чтобы те пошли, восхитились, усилились и вернувшись, вдохнули некую уверенность весь народ, потому что они же лидеры, они скажут и им поверят, и чтобы вот народ мог стряхнуть с себя вот это вот неверие на рождающиеся и начать завоевание. Поэтому Муше действительно это очень понравилось. И он их послал, и они пошли, но, видимо, усилиться у них не получилось. Что же с ними произошло? После того, как вся эта история реализуется, в конце, сказано, что все эти люди, 10 человек, их было 12, двое, Ишоа бен Нун и Калев бен Ефуна, Калев бен Ефуна это лидер колена Иуды, и Ишоа бен Нун это из семьи из колена Юсефа, но из семьи Фраема. Так вот, эти два человека остались верными. По всяким причинам мы не входим сейчас в подробности. А 10 человек из других колен были сторонниками того, что нет, мы туда не должны идти. И вот сказано, что они умирают от эпидемии. Прямо в тексте Тары сказано, что они погибают от эпидемии. Вот эти вот 10 человек. И меня это всегда смущало, потому что, ну, вы же знаете, что если эпидемия, то эпидемия не есть точечное уничтожение кого-то. Почему именно 10 человек от эпидемии умирает? А что все остальные, они что, не общались? Они были в самоизоляции. Почему они только эти 10 от эпидемии умирает? И была бы эпидемия, гораздо больше людей погибло бы, ушло. А тут нет, ровно 10 человек. И я долго не мог понять, почему, пока не нашел очень интересного комментария, комментария на этот стих, такого человека, как Сфорно, еврей, живший в Италии, очень интересный комментарий. И он там пишет, что да, действительно, они погибли от эпидемии, но они заразились этой эпидемией, когда ходили в землю Кнанскую. Они там подхватили эту эпидемию. А сюда они просто пришли и умерли от этой эпидемии. И какова же была эта эпидемия? Говорится, что эта эпидемия была в том, что они утверждали, что та земля, она поедает своих жителей. Вот это была эпидемия. Вот их мнение о том, что то, что они увидели, они вот это самое как-то так определили. Вот это была эпидемия в том, что они утверждали, что земля Кнана поедает своих жителей. И от этой эпидемии они умирают. Это очень интересно. На самом-то деле, если говорить о вирусах и прочее, то, что сейчас очень актуально, откуда они берутся, и для нас очень многое неизвестно, потому что мы не знаем, как с ними бороться, с ними вообще невозможно бороться, они как-то изменяются всевозможным образом. И многие, конечно же, приходят к выводу, что этот вирус это бич Божий, что это не просто так. Потому что мы же знаем, что Всевышний всегда лекарство дает до болезни. Если он посылает какую-то болезнь, известно, что лекарство уже существует. А вот с вирусами это никак не проходит. Почему? Потому что даже если что-то вырабатывается, вирус очень быстро меняется, и вдруг возникает другой вариант этого вируса, и это лекарство уже не подходит. и это больше похоже на вот такое воздействие на человечество со стороны. И вот тогда, когда они там были, вот этот вирус того, что эта земля поедает своих жителей, он в них вошел, только в 10 человек, потому что Ешоа бен-нун и Калев бен-яфуна, они, видимо, имели прививку от этого. Ешоа бен-нун получил букву Ют, Калев бен-яфуна молился на могиле праведников в Хевроне. Они имели иммунитет, устойчивость от этого вируса, и поэтому они остались живы. А эти 10 человек, достаточно духовных, лидеры неформальные, они не имели иммунитета, и они от этого вируса погибли. То есть начало вируса все-таки в каких-то духовных структурах, потом он уже преобразуется в материальную и уже влияет на нашу физику и нашу материю. Ну, если все это подытожить, получается, что, конечно же, действие было запланировано, ну, так скажем, спровоцировано, что мы сами и Моше, и некоторые люди явились инициаторами, потому что почувствовали, что вера наша слабнет, мы находимся в канун захвата, в канун начала войны, а вера ослабла, значит, нужно ее поддержать, есть люди, которые могут это сделать, но эти люди, сами заразившись вот этим вирусом, не смогли этого сделать, и в итоге мы получаем пустыню на 40 лет, это первое, что мы получаем, и второе, что очень важно, мы получаем день 9-го Ава, день 9-го Ава, который является самым тяжелым, самым трудным днем в истории нашего народа, но надо еще одну вещь заметить, что именно 9-го Ава, Машиах, спаситель, родится, он родится 9-го Ава, то есть спасение тоже придет из 9-го Ава, то есть 9-го Ава нужно было создать, это самая-самая низкая точка материального мира, если мы говорим самая высокая точка материального мира, это стояние у горы Синай, то самая низкая точка материального мира, это 9-ая Ава, И поэтому отказ от земли равен разрушению храма. Вот мы отказались от земли, это все равно, что храм разрушили. Но вместе с тем в этот день зарождается спасение. Именно в этот день приходит Машех. То есть мы из самой высокой точки должны спуститься в самую низкую точку для того, чтобы подняться обратно наверх. Поэтому вот эта вся история со шпионами, Мераглим, она, конечно же, не случайна. В ней есть очень много секретов и тайн. И просто прочитайте ее внимательно еще раз, с мелочами. Особенно обратите внимание на это слово, когда Машех сказал «и укрепитесь». «И укрепитесь» – это очень важный момент. И то, что их имена перечислены, это указывает на то, что это очень важные люди. И они могли сделать так, чтобы наша вера поднялась, и мы вошли и завоевали эту землю уже тогда. Без 40 лет, ну, видимо, 40 лет должны были. Всевышний, наверное, об этом, сколько-нибудь, знал об этом и все это заранее сделал, поскольку еще в книге «Шмот» сказал, что 40 лет мы будем есть ману небесную. Вот об этом я вам хотел рассказать. Сейчас я просто пролистаю вопросы. Может быть, кто-то меня о чем-то спрашивает. Значит, добрый день, всем добрый день. Шалом, 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 шалом. Шалом, так, если так. Из Вюрдбергов, здрасте, здрасте. География, конечно, шикарная. Так, добрый день. Так. Но все-таки, почему Калевь и Ешоа бен Нун увидели красоту? Вот я и говорю, что перед тем, как уйти, Всевышний Муше добавляет ему букву Ют. Ну, некоторые говорят, что не перед самым отходом, что он ему раньше добавил эту букву Ют. Дело в том, что буква Ют была взята из имени Сары. Сара была Сарай. Сарай она звалась. Всевышний забирает у нее букву Ют и дает ее букву Гей. И она становится Сара. И тогда она может родить ребенка, потому что Сарай не могла родить ребенка. Буква Ют очень высокая. Это точка эманации из духовных миров. А буква Гей – это буква земная. Так вот, буква Ют попадает в имя Ешоа бен Нуна. А Калевь бен Ефуна, он написанно, приходит в Хеврон. А в Хевроне известна была могила наших праведников. Зачем он туда? Раша объясняет. Он пришел, чтобы помолиться на могиле праведников. И это ему придает определенные силы. Вот такое вот объяснение существует у нас. Да. Да, видели-то оно одно и всегда. Мы видим одно и то же, но комментируем и относимся к этому по-разному. Так, дальше. Есть ли вопросы? Всем привет, привет, привет. Да, я согласен. Вот этот вирус – это безверие. Вирус – это и есть безверие. Начало вируса – это безверие. И страдают все, как ни странно. Ну, мы можем поговорить на тему, а как, если человек вообще не верит в Бога, да? Это интересный момент. Утрата веры или неверие? Лучше верить чуть-чуть или вообще не верить? Это тема для дискуссии на самом-то деле. Но факт тот, что вот эти люди, написано Усфорно, именно Магифа, вот эта вот эпидемия была связана с тем, что они не поверили, что это земля, дарованная Всевышним. Они увидели в этом что-то другое. В этих событиях. Они видели своими глазами, что люди уходят в землю, они говорят, вот, смотрите, всех закапывают и нас закопают. И они не могли переступить через это. Они не верили, что Всевышний это делает по другой причине. Они верили больше своим глазам. Знаете, вера ведь она слепа. Вера, она не имеет глаз, а знание, оно пытается все увидеть и понять. Вера слышит. Вера, да, вера слышит, да, если это женщина. Так, значит, понятно. Спасибо, спасибо. Все. Я думаю, что пока все. Будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Всего хорошего. Шаббат, шалом. Ну и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok